всем снова здравствуйте и сегодня мы с вами разберем уже бросок как и следовал он бы в принципе после передачи в прошлом видео мы уже разобрали как выполняется передача вертая рука тянет вперед затем она тянет вперед и здесь надавливает даешь бас но не об этом сегодня поговорим про бросок есть разные виды броска это классический классический стандарт и не знаю как только не называют кистевой да как он выполняется я бросаю туда многие располагаются на ширине плеч я стою боком по отношению к цели ворота выполняется он так отводим шайбу в сторону сажусь на эту ногу начинаем движение шайбы с пляжки да эта рука тянет шайб вперед да перекатываюсь здесь у нас выполняется бросок да рычаговое движение хорошо а теперь мы разберем с вами более детально бросок здесь используется также рычаговое движение что в основном является самым важным так и разгон шайбе да с помощью всего тела начинаем как ноги заканчивая руками показываю отвели шайбу чуть дальше катька да эта рука может коснуться даже бедра верхней да и вот я начинаю перекатываться да верхняя рука тянет шайбу перекатываюсь корпус скручивается нога разворачивается и с рычагового движения оказываю давление да нижней рукой на верхней руке одновременно двинцелим с верхней руке да я бросаю все завершается так же подчеркну при классическом броске да как его называют стандартный базовый неважно шайбу необходимо в протяжении всего пути раскручивать да начинается пятка пятка да высокая вот перекат вот у меня пошло движение перекат скручивается корпус да шайба уже где-то на середине ближе к носку все она рукает осуществляется бросок и чуть не забыл корпус мы скручиваем да получается у нас выполняется усилие с помощью корпуса да и скручивание ноги то есть нога выходит вперед да вот эта нога выходит вперед корпус скручивается это тоже усилие с помощью этого тоже шайба набирает скорость и уже зная как бросать да стандартным броском которым мы обязаны обучаться с самого детства мы сможем уже из этого броска трансформировать в любой бросок да в мистевой бросок в подщелкивание не знаю с носка да в носок такое тоже есть особенно вблизи народ очень актуально поэтому фантазию проявляем да используем главные правила рука вперед да вперед верхняя рука прицел все будут голы надо работать трудиться делать правильные вещи тогда придет результат хочется добавить что нужно ходить на тренировке не пропускать и тогда результат придет вместе с трудом важно выпрямлять руку туда ближе к воротам это нужно для того чтобы ваш бросок был более точным акцентированным да чтобы рычаг был сильнее что такое рычаг рычаг поднимает тяжелые вещи да с минимумом усилий здесь это ярко выражено чем больше рычаг тем сильнее бросок тем меньше усилий поэтому рука вперед и бросаем не допускаем говорите